Соревнования по такому необычному виду спорта увидишь не часто. Мало кто вообще во Владивостоке знает про такое японское искусство фехтования. Но это не мешает киндоистам проводить крупные состязания, вроде чемпионата и первенства края. Здесь ежегодно собираются любители киндо со всего Приморья. Ребята приехали с трех клубов, можно сказать, с четырех. Два с города Владивостока, один с Вольно-Надежинска и с города Находки. Приморский край является некой ступенью для формирования сборной, для выступления на более таких масштабных турнирах, допустим, как чемпионата России. Всего на соревнования приехало около 30 человек. Были и опытные ребята, и совсем еще новички. Среди последних – дети, которые занимаются таким узконаправленным боевым искусством с шести лет и ранее. И уже в таком возрасте спортсмены начинают познавать основы философии киндо. Я сражался в категории от 7 до 10 лет. Это мои первые соревнования. Я занял третье место. Я знаю чуть-чуть японский язык. У меня есть дома книжка японская. Книга «Пяти колец» с Миямутом Усаси. Говорят, что киндо – это не столько сражение на мечах, сколько борьба характеров. Правда, по-настоящему это чувствуется только, когда сам стоишь в поединке. Интересно, что именно из-за такой особенности встречи по киндо проходят в довольно напряженной атмосфере. Это, к слову, финальный поединок среди парней. Лицом к лицу сошлись владивостокский киндоист Вадим Захаров и Денис Ким с Надеждинского района. Пятиминутная схватка победителя не выявила, поэтому дело шло до победного. Потеряв внимание всего на секунду, Захаров пропустил точный удар от соперника и в итоге проиграл. На секунду концентрацию потерял. На миллисекунду буквально. То есть чуть-чуть и все. Он уже зашел. На самом деле со стороны не очень понятно. Со стороны вот здесь сложно понять человеку, который не понимал. Может даже фехтованием классическим не занимался. С соперником знаком был, мы вместе занимались. Ну, так достаточно просто друг друга технику знаем, поэтому было сложно друг с другом работать. Лучшие киндоисты Приморья по итогам соревнований образуют сборную края, которая в мае следующего года будет выступать в Москве на чемпионате России, где наши спортсмены ежегодно показывают хорошие результаты. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова